Канонов рассказал о своей главной задаче в «Спартаке». Главный тренер «Спартака» Олег Канонов заявил, что одна из главных его задач — сделать коллектив. Слова специалиста приводит пресс-служба московского клуба. Удар, фолл, Глушакова обвинили в угрозе убийством почему бракоразводный процесс футболиста имеет все шансы перерасти в уголовный «Одна из моих задач — сделать коллектив». Времени мало, но я постараюсь. «Я уважаю футболистов, но никогда не даю игроку переступить ту черту, где работает главный тренер и его личность», — заявил тренер. Канонов подчеркнул, что не будет искусственно привлекать молодежь к первой команде. По его словам, молодые футболисты должны понимать, что выступают за самый титулованный клуб страны, поэтому должны прогрессировать. Специалисты также рассказал, что хочет привить своей команде интересный, красивый и запоминающийся футбол. 20 декабря тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов рассказал о личных качествах Канонова. По его словам, наставник красно-белых умеет быть жестким и воспринимать специалиста как мягкого человека будет неправильно, пишет газета.ру. «Хотелось бы, чтобы у Канонова получилось в Спартаке. Если отталкиваться от спортивной составляющей, здесь сомнений нет. Игру он выстроит, исполнители под нее есть. Организация тренировочного процесса будет на самом высоком уровне», цитирует его Спортэкспресс. 22 октября Спартак объявил об отставке итальянского тренера Массимо Карреры. В клубе отметили, что в прошлом сезоне команда продемонстрировала неудовлетворительные результаты. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Рауль Рианчо, однако вскоре он был уволен. 17 ноября Спартак подписал соглашение с Олегом Каноновым. Контракт со специалистом рассчитан до конца следующего сезона. Спартак после 17 матчей занимает четвертое место в чемпионате России. Столичный клуб набрал 28 очков. На первом месте располагается «Зенит» – 34 очка, второе «Краснодар» – 33 очка, третье «ЦСК» – 30 очков. Подписывайтесь на наш канал «Известия Спорт в Твиттер». Подписывайтесь на наш канал «Известия Спорт в Твиттер».